Привет всем! На дворе 4 июля плюс 27 градусов. Сегодня будет обычная прогулка по моему району, и где я живу. Я рассказывал ранее, что у меня есть планы показать мой район ночью. Может быть, кого-то это интересует. Я живу в восточном центральном штате Алгайо. Может быть, кому-то хочется просто пройтись и посмотреть, какой у меня тут район. Значит, вот это вот моя парковочная зона. Когда я приезжаю домой, я паркуюсь вот здесь вот. Вот. Там впереди вот это красивое озеро, но мы туда вернемся чуть-чуть попозже. Давайте будем просто идти пешком. Я буду стараться говорить как минимум мало, чтобы вы просто могли рассмотреть все, как оно есть. Вот здесь кто-то создал такой уют свой возле своей квартиры. Вот мои любимые освещенные ступеньки. очень красивый район. Очень уютный район. Освещение минимальное. Я не люблю, чтобы освещение было очень яркое, как в городе. Оно тревожит ночью. Я люблю смотреть на звезды. И это невозможно, если лампочки везде включены. Сегодня 4 июля. Вы будете иногда слышать фейерверки. Так что все нормально. Это не перестрелы. Не волнуйтесь. Значит, идем. Вот. Это сзади моего дома. Вот такие вот квартирки двухэтажные. Вот. Смотрите, как тут красиво. Тут вот впереди лес. И там речка впереди. Но вы это не увидите, потому что на дворе темно. Но это речка впереди. Вот там вон река и лес. Вот здесь дополнительные двухэтажные домики. Внизу гараж за дополнительную сумму. Кто хочет гараж. А домики на следующем этаже. Вот. Сейчас заглянем. Вот у кого-то. Смотрите. Вот чья-то квартира. Видно. Видно, что им очень цветы нравятся. Это удивляет меня. Давайте заглянем. Давайте заглянем еще раз вот в эту квартиру, чтобы вы немножечко видели, как люди в Америке живут. Вот чья-то квартира. Вот чья-то квартира. Очень зеленая внутри. Какие-то цветы. очень-очень тихо, кроме фейерверков. Вот это очень прикольно. Здесь даже поставили такую... такие скамеечки. И кто хочет покушать, пообедать, они могут сесть тут, посидеть спокойно с видом. Красивые реки. Красивым лесом. Красивым лесом. Здесь такая зеленая зона в середине. И высокие деревья. Давайте пойдем дальше. На улице начинается ветер. Возможно, пойдет скоро дождь. Давайте посмотрим быстренько на фейерверк. На улице начинается ветер. Возможно, скоро пойдет дождь. Давайте посмотрим быстренько на фейерверк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно. Идем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот здесь дополнительные гаражи. Парковочные места. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА и одно из моих любимых вещей здесь вот это вот красивая беседка это просто шедевр красота какая сейчас мы подойдем и посмотрим поближе здесь есть еще одно маленькое болото очень тихо все окружено деревьями вот еще второе озеро здесь здесь такая маленькая болотка а здесь вот эта красивая беседка здесь днем намного красивее я сделаю в будущем обзор днем красивое место безусловно сейчас мы подойдем немножечко поближе к квартирам чтобы вы посмотрели как обычные простые американцы живут в своих квартирах опять напоминаю что мне нравится тут очень тусклое тусклое освещение почти лапочек нету очень спокойно есть вот такие маленькие лампочки такие вот возле дверей и все но их можно отключить если человек хочет вот двухэтажной квартирке хорошо мы будем направляться назад мы сейчас пройдемся еще раз по этой беседке посмотрим еще один раз отражение красивого болота и других водоемов так вот 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 Продолжение следует... 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 Здесь разрешено рыбачить бесплатно, только в этом озере. Потому что оно частное, оно не принадлежит государству. Продолжение следует... 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 Вот это вот основное озеро. Сегодня я уток не вижу и гусей. Может быть из-за дождя они запрятались. Вот впереди вы видите нетронутую природу. На моем канале вы можете найти много видео, где показывается все днем. Сейчас мы идем вдоль речки. Я вам показываю как обычные американцы живут. Простые обычные люди. Это квартиры, это не дома. Тут все снимается ежемесячно. Поэтому тут люди простые. То есть они не могли позволить дом, а только квартиру. Значит здесь более-менее обычные люди. Вот кто-то празднует 4 июля день независимости США. И это по-студу. Ой, жмjoy. Все очень заботятся и облагородили свои маленькие пространства. Очень красиво все. Видите, какое минимальное освещение? Очень минимальное, они тут не наляпали миллион фонарей на каждом углу. Вот здесь есть абсолютно темное пространство, без лампочек. Ночью отлично смотреть на звезды, без светового загрязнения. Мы продолжаем проходить мой район на западе моего города Нью-Арк, Алгайо. Расположение это восточная центральная Алгайо, то есть на самом краю центра. Мы находимся где-то три с половиной часа от границы с Пенсильванией. И где-то три с половиной часа до штата Западная Виржиния. Самый бедный штат во всей стране, самый нищий, но самый красивый штат. Я нахожусь где-то три с половиной часа от границы с этим штатом. Нью-Йорк, Нью-Джерси находится семь с половиной часов от меня. Вот хочу вам показать, как люди тут облагородили свои маленькие участки. И вот здесь тоже такая природа, натуральный забор зелени. Вот тут какие машины за 35 тысяч долларов в кредит. Вот еще хочу вам показать, как красиво тут люди все построили. Класс! Хочу вам напомнить, что в Америке очень много проблем, колоссальные проблемы во всех сферах жизни. Но я просто решаю находить какие-то плюсы, хоть что-то хорошее. В плане природы, тут все отлично. Я не хожу в плохих районах, где опасно, где некрасиво, где без деревьев. Я не нахожусь в таких местах. Поэтому я обычно нахожусь в самых красивых местах, которых можно было бы представить. Продолжаем ходить по моему району. Вот еще квартиры. Сейчас я отдалюсь, чтобы вы видели весь ракурс. Вот тут они, конечно, влепили бешеный фонарь, который ослепляет меня. Вот так вот. Трехэтажный домик. Это максимальная этажность, кстати. В средних городах США очень редко вы увидите что-то выше, чем трехэтажные квартиры. В Америке как-то не принято строить высокие муравейники до тринадцати, до двадцати пяти этажей. Но муравейники, возможно, есть в больших крупных городах. Например, в столице Огайо есть некоторые квартирные муравейники, аж достигают до одиннадцатого этажа. Но этих зданий мало. Они в самом-самом центре. То есть прямо в сердце города. Там есть высокие муравейники и все. Так вот, друзья. Вот это вот. Я проезжаю по этой улице каждый день. И вы замечаете, что освещение тут не очень сильно. Атмосфера успокаивает. Вот на этой улице три фонаря. Это полкилометра дистанции, только три фонаря. Вот тут тихие, спокойные домики. Как вы понимаете, видите, никого нету. Хочу вам еще показать, кстати, где я раньше жил, примерно пятнадцать лет назад. Я еще не был женатый. Я жил уже в этом городе давным-давно. Вот в этом комплексе квартирном. Называется Crystal Lake Apartment Homes. То есть кристальное озеро. Телефонный номер, где можно позвонить. Я раньше здесь жил, друзья, где-то пятнадцать лет назад. Я снимал тут квартиру на один год по цене четыреста девяносто пять долларов. Сегодня эти квартиры стоят девятьсот пятьдесят долларов, друзья. За пятнадцать лет цена удвоилась. Вот, трехэтажные домики, друзья. Это максимальная этажность. Я вам покажу точно, где я жил. Я думаю, для тех, кто очень интересуется жизнью в Америке, не имея в виду, что там они переехать хотят, а просто интересно узнать, как люди живут в других уголках страны. Этот ролик вам очень понравится. Так что продолжайте смотреть. Вот почтовые ящики для всех квартирантов, для всех жителей этих апартаментов. Вы продолжаете слышать фейерверки, которые бросают сегодня День независимости США, 4 июля. Поэтому вы это будете периодически слышать. И сейчас я вам покажу, где я раньше жил. Я жил на втором этаже. Вот мой балкон, где я раньше жил. Вот. Здесь вот такой фонарик кругленький. 1694 был номер моего дома. Вот была моя квартира Д. Называется, ну как говорится, первая буква моего имени Д. Денис. Вот где я раньше жил. 15 лет назад. Вот. Сейчас мы будем уходить от этого места. И буду завершать видео, чтобы ролик не был слишком длинный. Я понимаю, люди вообще ничего не хотят смотреть. Сегодня все зацикленные новостями, политикой. А я вам просто показываю Америку со своих глаз. То, что я вижу. Мы сейчас пройдемся последний раз по берегу речки. Вот. Еще раз повторяюсь. Здесь я раньше жил 15 лет назад. Вот в этих вот квартирках. И что интересно, что после всех проблем и неудач в моей жизни, я снова вернулся в этот уголок. То есть моя квартира находится вот полкилометра отсюда. И как-то судьба меня бросила назад, откуда я пришел. Вот. Трехкомнатные квартирки. Смотрите, какая тут темнота. Вообще темно-темно. Здесь красивый вид речки. Тут холмы есть. Мы сейчас пройдемся. Если вам нравятся такие контенты, пожалуйста, пишите комментарии. Чтобы я знал, что вам нравится смотреть. Вот такой вид реки. Очень красиво, спокойно. Вот. Здесь домики в темноте. Даже не видно ничего. Некоторые люди включают лампочки на своих крыльцах. Вот. А здесь люди делают стирку. Я сейчас вам покажу. Это для тех, которые живут в этих квартирах. Тут делают стирку и сушку. Я сейчас дома планирую. И сейчас з homemade. И сейчас я уже вам покажу. Вот. Все, мы покидаем эти квартиры. Такая жизнь в штате Огайо. Возле восточного региона штата. Три с половиной часа от Пенсильвании, три с половиной часа от Западной Вирджинии и семь с половиной часов от Нью-Йорка и Нью-Джерси. Спасибо всем за просмотр. Жду ваши комментарии. Это будет очень интересно. Всем спасибо за поддержку и мы скоро увидимся в Беларуси, друзья мои. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Забирает, очищает. Спасибо, что вы прогулялись со мной, прошлись со мной по темным улицам штата Огайо. Если бы никто не смотрел, то не было бы смысла вам даже показывать это все. Так как у меня никаких друзей почти нету в Америке, мне некому показать это, просто некому это показать, кроме самого себя. Поэтому вы мой смысл, почему я веду свой канал. И еще раз вам говорю сто раз, что я не хвалю Америку ни в каком плане. Я вам просто показываю все как есть, с моих глазах. Вот и все. И я стараюсь находить плюсы, потому что ныть постоянно тоже нельзя. И никакого смысла нет. Постоянного нытья, оно ничего не изменит. Все знают в Америке колоссальные серьезные проблемы в духовности, в деньгах, в экономике, в инфляции. Вот эта вот толерантность и многие другие проблемы, которые существуют в стране. Но я вам показываю красивые места, потому что даже в плохих странах, где все плохо, где высокие преступления, но есть все равно красивые места и я вам решаю показывать самые красивые места, которые я замечаю. и которые обычные люди проходят и не замечают. А я замечаю такие вещи, потому что я уникальный человек. Я знаю, как замечать и видеть красивые искусства, красивые места, природу, потому что я такой человек. Я вам показываю такие вещи, которые многие люди даже не покажут вам. Была такая для вас прогулка. Ролик довольно очень длинный. Но если кому-то было скучно и вам надо было что-то посмотреть, пока вы готовите свой ужин, вот для вас такие ролики подходят. Вот почтовые ящички. Я уже подхожу к своей квартире. Меня ждет Лиз. Лизочка моя собачка милая. Мой самый лучший друг в этом мире. Так что она уже ждет меня. Ей скучно. Всем пока. Обнимаю всех. Жму вам руку. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова